Футбол объединяет и стимулирует, например, торговлю. К этому выводу пришла посол Исландии. Берглиэнд Айсгерс-Доттер в Ростове уже второй раз и уверена в продолжении двухсторонних отношений. Мы обсуждали с губернатором несколько мероприятий, которые должны были произойти. И, как вы видите, они произошли. И я могу сделать вывод, что и ростовчане, и исландцы не только говорят, но и делают. Хочу подчеркнуть, что исландские СМИ отзываются только с положительной стороны о России, чемпионате мира и русских людях, поражающих своим гостеприимством. Вспомнила посол об исландском ролике Калинка Малинка, ставшим популярным у нас. Завтрашний матч в Ростове предельно важен для викингов. И если обыграют Хорватию с крупным счетом, возможно, выйдут из группы. И многие ростовчане поболеют за Исландию, поддерживая своих – Инга Сана, Сигурдсена и Сигурдарсена. Они – главное вложение страны гейзеров в экономику и спорт Ростовской области. Если вы вдруг захотите в два раза двоих экспорт в Ростовскую область, вместо трех игроков в футбольном клубе Ростов должно стать шесть иностранных игроков. У Ростовской области историческая миссия накормит не только Россию, но и Европу. Например, знаменитые итальянские макароны делают из пшеницы, которую выращивают в Ростовской области. Оказывается, наш регион и Исландию объединяют не только футбол, но и одинаковая площадь территории, любовь к лошадям и рыбе. А еще у нас планируют внедрять ветроэнергетику. И послу предложено сотрудничать и в этом направлении. В правительстве подчеркивают, Ростовская область – регион инновационный. Здесь строят новые заводы и фабрики. Но главный двигатель экономики – люди.